Новые разборы ЕГЭ и ОГЭ каждую неделю. Всем привет! Меня зовут Андрей Павликов. Сегодня разбираем 29-й вариант базового ЕГЭ по математике. Ребята, мы с вами заканчиваем подготовку к экзамену. Осталось не разобраны всего два варианта, включая сегодняшний. Вам большое спасибо за активность в виде лайков, комментариев и репостов. Переходим к разбору задач. Задача номер 1. Найти значение числового выражения. У нас есть умножение вычитания. Начинаем с умножения. Перемножаем два отрицательных числа, получаем положительное. И 10 умножаем на 6,8. Мы просто запятую передвигаем на один знак вправо. И получается, что нужно посчитать значение выражения 68 минус 1,9. Это почти 2. От 68 отнимаем 2, получаем 66. И не забываем 1,1 вернуть. Получаем 66,1. И это и есть наш ответ. Задача номер 2. Найти значение числового выражения. Смотрим. У нас с вами есть возведение степень и есть умножение. Начинаем с возведения степень. Что такое 10 степени 2? Это 10 умножить на 10, то есть 100. В знаменателе 10 степеней минус 2. А это значит 1 деленный на 10 степень 2. То есть 1 десятая умножить на 1 десятую это 1 сотый. Теперь перемножаем в числителе. Это значит, что мы с вами должны запятую передать на два знака. Допишем нолик. И получается, передвигая, получаем число 60. А здесь 2 умножить на 1 это 2. Соответственно, две какие сотые. А теперь передвигаем запятую на два знака вправо. И в знаменателе, и соответственно в числителе. Для этого просто дописываем пару ноликов и получаем 6000 деленный на 2. А здесь ответ очевиден. Это 3000. Задача номер 3. Стоимость проезда в электричке составляет 215 рублей. Школьникам предоставляется скидка 50%. Сколько рублей будет стоить проезд для трех взрослых и 23 школьников? Так, у нас один в детстве стоит 215 рублей и едут трое взрослых. Умножаем на 3 и получаем 645 рублей. А школьникам 50% скидка. Значит, на самом деле 215 делим на 2. Получаем 1. Сносим единичку. Делим на 2, получаем 0. Вычитаем 0, получаем 15. Делим на 2, берем по 7. Вычитаем 14, получаем 1. Целую часть закончили делить. Тут же появляется запятая, и можно приписать 0. И делим на 2. Можно взять по 5. Вычисли, получили 0. Все, деление закончилось. Значит, для одного школьника стоимость проезда 107,5 рублей. И у нас сколько этих школьников? 23 человека. Значит, нужно умножить еще на 23. Умножаем. Получаем 5, 1 запомнили. Здесь 2 и 2, и соответственно 3. 0, 1 запомнили. 5, 1 и еще 2. Складываем. Получаем 5, 2, 7, 4, 2, запятая, один знак отделяем. Стоимость проезда для взрослых, стоимость проезда для школьников. Теперь складываем два этих числа. 2472,5 и соответственно 645,0. 5, сразу запятую ставим. 7, 1, 1, 3. 3, 3, 117,5. Задача номер 4. Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда с ребрами А, Б и С можно найти по такой формуле. Найдите площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда с ребрами 2, 7 и 10. Поскольку длинный ребр А, Б и С входят в формулу симметрично, все равно, какой из них считать за А, Б и С. Давайте прямо в таком порядке их и рассматривать. Итак, площадь равна удвоенному произведению, чего А умножить на Б. То есть 2х7 это 14. А умножить на С 2х10 это 20. И Б умножить на С 7 и 10 это 70. А теперь находим сумму скобок. 70 плюс 20 это 90 и еще плюс 14 это будет 104. 2 умножаем на 104 и получаем ответ 208. Задача номер 5. Найти значение числового выражения. Смотрим, что у нас с вами есть. У нас же с вами разность и сумма, а значит формула сокращенного умножения это разность квадратов. 5 корней из 2 в квадрате минус корень из 6 в квадрате. Все остается аккуратно на 10 в квадрат. 5 в квадрате это 25, корень из 2 в квадрате это 2. Перемножаем, получаем 50. Орень из 6 в квадрате это просто 6. Вычитаем 6 из 50, получаем 44. Задача номер 6. Для приготовления маринада для огурцов на 1 литр воды требуется 15 грамм лимонной кислоты. Лимонная кислота продается в пакетиках по 5 грамм. Какое наименьшее число пакетиков нужно купить хозяйке для приготовления 7 литров маринада? Итак, давайте посмотрим. Если ей нужно приготовить 7 литров маринада, то придется взять 7ю 15, то есть 105 грамм лимонной кислоты. А лимонная кислота продается в пакетиках по 5 грамм. Значит 105 надо разделить на 5. Получить 21. Это и есть количество пакетиков. Задача номер 7. Найти корень уравнения. Смотрим. У нас логарифмическое уравнение. Но здесь надо просто воспользоваться определением логарифма. Что значит логарифм равен минус 1? Это значит логарифмированное число есть 1 пятое в степени минус 1. А что значит степень минус 1? Это значит мы дробь должны перевернуть. То есть 2х минус 3 равняется 5 первых, ну или что то же самое, просто 5. Тройку переносим вправо. Получаем 2х равно 5 плюс 3 это 8. И отсюда х это 8 плюс 2 равен 4. Ответ 4. Задача номер 8. Колесо имеет 9 спиц. Углы между соседними спицами равны. Найдите величину угла в градусах, который образует 2 соседние спицы. Итак, смотрим. 9 спиц, 9 углов. А величина окружности в градусах 360. Делим 360 на 9. Получаем 40. Это и есть ответ. Задача номер 9. Ее условия у вас на экране. Требуется установить соответствие. Итак, 4 величины, 4 объема, банки кетчупа, воды в озере Мичиган, спальные комнаты и коробки из-под телевизора. Если мы их расположим в порядке возрастания, то это будет банка кетчупа, потом коробка из-под телевизора, потом спальные комнаты и потом вода в озере Мичиган. Давайте смотреть. Банка кетчупа. Самое подходящее значение – 4 десятых литра. Номер 2. Объем воды в озере Мичиган. Самая подходящая величина – 4. Четвертая. Большое количество кубических километров. Дальше. Объем спальной комнаты – 45 кубометров. Отличная величина. И объем коробки – 36 литров. Все соответствует установлено 2, 4, 1, 3. Задача номер 10. В роддоме измеряют вес новорожденного. Вероятность того, что веса окажется больше 3 килограммов, равна 0,87. Вероятность того, что веса окажется меньше 3 килограммов, 600 граммов, равна 0,93. Найдите вероятность того, что вес случайно выбранного новорожденного окажется в пределах от 3 килограммов до 3 килограммов, 600 граммов. Итак, давайте мы с вами воспользуемся числовой прямой. Вот 0 вес у нас с вами. И что? Больше 3 килограммов. Больше 3 килограммов. Вероятность попасть вот в этот промежуток – 0,87. А вероятность того, что меньше 3 килограммов, 600 граммов – 3,60. Получается 0,93. То есть мы попадаем вот в этот промежуток. А нужно попасть в промежуток от 3 до 3,60. Ну, давайте смотреть. Вес больше 3 килограммов и меньше 3 килограммов – соответственно, два противоположных события. В сумме дают единицу. От единицы отнимаем 0,87, получаем 0,13. А теперь вес соответственно у нас с вами какой? От 3 до 3,60. И от 0 до 3 – это два несовместных события. Не может быть ребенок легкий и тяжелый одновременно. Но мы знаем, что все такие дети весят с вероятностью 0,93. Значит, мы должны сложить две эти вероятности, чтобы получить 0,93. Обозначаем вероятность за х и получаем простенькое уравнение. 0,13 ксх – это есть 0,93. Вычитаем из правой левой и получаем 0,80. А 0,80 короче записать в ответ 0,80. Задача номер 11. Ее условия у вас на экране. Требуется определить по рисунку, какого числа цена никеля на момент закрытия торгов в первый заданный период приняла значение 10,200 долларов США за турнир. Значит, мы с вами должны на вертикальной шкале найти число 10,200 и потом вправо перемещаться до тех пор, пока не увидим точку на графике. Эту точку мы видим, опускаемся вниз и видим число 19. Это и есть наш ответ. Задача номер 12. Ее условия у вас на экране. Итак, в таблице приведены данные о шести чемоданах. Спрашивают, какие из них можно принять. Можно принимать чемоданы, вес которых не больше 23 кг. Смотрим. Первый 25 сразу нельзя брать. Второй 22,5 пока можно. Третий 21 пока можно. Четвертый 36 точно нельзя. Пятый 24 точно нельзя. И шестой 21,5 пока можно. Так у нас с вами остались три возможных чемодана. Второй, третий и шестой. Теперь нужно, чтобы сумма измерений не превышала 158 сантиметров. Считаем для второго. Это 78 плюс 45 плюс 13. 70 плюс 40 110 плюс 10 120 и плюс еще у нас с вами 16. Получается явно меньше 158. Все хорошо, принимаем. Третий чемодан. 67 плюс 67 плюс 45. 60, 60 и 40 это 160 уже больше чем 158. Можно даже не считать. Не принимаем. Шестой 58, 49 и соответственно еще 39. 50, 40 и 30 это 120. 9, 9 и 8 это 26. 146, но это меньше чем 158. Значит тоже можно принять. Итак, принимаем только второй и шестой. Значит ответ 26. Задача номер 13. Плоскость, проходящая через точки А, В и С, разбивает куб на два многогранника. Сколько граней у получившегося многогранника с большим числом ребер. Давайте эту плоскость проведем. Мы с вами можем соединить точки А и В в верхней грани и соответственно В и С в плоскости правой грани. А теперь, поскольку верхняя грани и нижняя грани параллельны, проводим прямую параллельно А, В через точку С. Вот она невидимая прямая. Отмечаем точку D. И поскольку точки А и В в плоскости передней грани, можно их соединить. Теперь давайте смотреть, сколько у нас с вами ребер у исходного куба. Их 12. А вот того многогранника, который получился перед нами, получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9 меньше 12. Да плюс, когда мы с вами от куба вот этот кусочек отрезали, к 12, которые были, прибавилось еще что-то. Конечно, 1 мы отняли, то есть к 11 прибавилось, но все равно больше. Значит, нас интересует то заднее тело, то есть многогранник. А у него сколько грани? Было 6, да плюс появилась вот эта еще плоскость, то есть 7. Значит, ответ 7. Задача номер 14. Ее условия у вас на экране и требуется поставить соответствие периоду времени и характеристики. Давайте прочитаем характеристики. Расход в этом месяце больше, чем расход в предыдущем. Доход в этом месяце меньше, чем доход в предыдущем. Наибольший доход в период с августа по ноябрь. И наибольшая разница между доходом и расходом. Самое простое, что мы здесь видим, это наибольший доход с августа по ноябрь. Давайте смотреть. Вот оно число 140. Значит, сентябрь, то есть месяц B. И характеристика номер 3. Дальше. Есть наибольшая разница между доходом и расходом. А давайте все их посчитаем. 115 минус 110 это 5. 125 минус 130 это минус 5. Здесь, соответственно, 20, 10 и 40. Где у нас наибольшая разница между доходом и расходом? Вот 40 это ноябрь. В период времени G, соответственно, получает четвертую характеристику. Дальше. Расход в этом месяце больше, чем расход в предыдущем. Смотрим. Расходы. 130 больше, чем 110. 120 меньше, чем 130. 110 меньше, чем 120. И 90 меньше, чем 110. Значит, единственное подходящее это август. Август это А. И, соответственно, 1. Но имеется в исключение в этой цифре 2. Значит, правильный ответ. 1, 3, 2, 4. Задача номер 15. Стороны параллограмма равны 12 и 24. Высота, опущенная на меньшую сторону, равна 18. Найдите высоту, опущенную на большую сторону параллограмма. Итак, две стороны А и В. А12, В24. И высота, опущенная на меньшую сторону, то есть на сторону, равной 12, равна, соответственно, 18. А требуется найти высоту, которая опущена на большую сторону. Вспоминаем, где участвует высота в формуле площади. Значит, площадь можно почитать как произведение стороны на высоту, на нее опущенную. То есть это будет 12 умножить на 18. Либо выбираем в качестве стороны сторону b и высоту опущенную на эту сторону. Получаем 24 умножить на соответствующую высоту. Но эти два высота должны быть равны между собой. Отсюда получаем, что 24 умножить на h – это то же самое, что 12 умножить на 18. Или отсюда h – это 12 умножить на 18 и разделить на 24. Сокращаем на 12, получаем 18 вторых. Сокращаем на 2, получаем 9. Все, ответ готов. 9. Задача номер 16. В прямоугольном параллелепипеде a, b, c, d, a1, b, 1, c, 1, d, 1. Ребра c, d, c, b и диагональ боковой грани c, d, 1 равны соответственно 5, 5 и корню из 29. Найдите объем параллелепипеда. Давайте посмотрим. Итак, чтобы найти объем параллелепипеда, нужно знать его длину, ширину и высоту. Все их так коротко обозначены. А, b, c. Мы с вами знаем b, c, c, d, то есть знаем площадь основания. И нужно найти высоту. А еще мы с вами знаем c, d, 1. Вот он, c, d, 1. Получается, что это гипотенуза прямоугольного треугольника d, 1, d, c. И в этом прямоугольном треугольнике мы с вами знаем гипотенузу и катет c, d. Значит, катет d, d, 1 легко находится по теремифагорам. Это будет корень из квадрата гипотенузы, то есть c, d, 1 в квадрате, минус квадрат катет c, d. Подставляем и аккуратно считаем корень из 29 в квадрате, минус 5 в квадрате, и из всего этого извлекаем корень. Корень и квадрат взаимно уничтожают друг друга, получается просто 29 минус 25 по знаку корня. Это 4, корень из 4 это 2. Значит, объем наш будет равен чему? 5 умножаем на 5, длину на ширину, и, соответственно, на высоту 2. 25 на 2 это 50. Задача номер 17. Число m равно логарифму 5 по основанию 3. Каждому из 4 чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца. Давайте посмотрим. Логарифм 5 по основанию 3 это что такое? Давайте его оценим. Итак, число 5 больше, чем число 3, но меньше, чем число 9. Значит, логарифм 5 меньше логарифма 3 по основанию 3, а это будет единичка. Значит, m будет больше единички. И меньше, чем 9. У нас самая пятерка. Значит, логарифм 5 меньше, чем логарифм 9. А логарифм 9 по основанию 3 это двойка. Значит, наше число между единицей и двойкой. Ну, давайте смотреть теперь. Если мы число между единицей и двойкой вычитаем из числа равного 6. Значит, получим число больше 4, но меньше 5. Вот оно, четвертый отрезок. Дальше. Вот здесь легко считается. Отнимаем от числа большего единицы единичку. Получаем число больше 0, но меньше, чем 2 минус 1, меньше единицы. Вот оно, число номер 2. Так, теперь смотрим здесь. Мы с вами число 2 делим на какое-то положительное число и ставим потом знак минус. Получаем отрицательное. Вот он, вариант ответа номер 1. Ну, и методом исключения здесь, соответственно, тройка. Ответ 4, 3, 1, 2. Задача номер 18. В классе учится 30 человек. Из них 20 человек посещают кружок по биологии, а 16 кружок по географии. Выберите верные утверждения. Первое. Найдутся хотя бы двое из этого класса, кто посещает оба кружка. Давайте посмотрим. В кружок по биологии ходят 20 человек. Значит, 10 в него не ходят. И пусть они ходят в кружок по географии. Значит, остается еще шестеро, которые вынуждены ходить в кружок по биологии. Значит, первое утверждение верно. Таких даже шестеро найдутся. Второе утверждение. Если ученик из этого класса ходит на кружок по биологии, то он обязательно ходит на кружок по географии. Но это неверно. У нас с вами в кружок биологии не ходят 10 человек. в отпускании как раз и ходят в кружок по географии. Это утверждение становится неверным. Третье утверждение. Каждый ученик из этого класса посещает оба кружка. Но это неверно, поскольку мы видим, что у нас число учеников, ходящих в кружки, разное. Разное. То есть их явно не пора. И четвертое утверждение. Не найдется 17 человек из этого класса, которые посещают оба кружка. А это верно, поскольку у нас в кружок по географии ходит всего 16 человек. Значит, 16 могло бы еще найтись, а 18 точно не найдется. Итак, верных у нас было 2. Первый, четвертый. Значит, ответ 14. Задача номер 19. Найдите четырехзначное число, кратное 33, все цифры которого различны и нечетны. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число. Итак, у нас с вами число четырехзначное. Пускай у него цифры А, Б, С, Т. И число делится на 33. А что такое 33? Это 3 умножить на 11. Вспоминаем признаки делимости на 3. Значит, сумма цифр кратна 3. То есть А плюс Б плюс С плюс Д. Вот такая сумма должна быть кратна 3. А признак делимости на 11 в самой простой в своей форме это то, что цифры, стоящие на четных местах, равны сумме двум цифрам, стоящим на нечетных местах. Например, вот так. Но теперь видно, что если А плюс Д равна Б плюс Д, значит, подставляя в предыдущее равенство, получаем, что у нас А плюс С это то же самое, что Б плюс Д, и еще плюс Б плюс Д. Она должна быть кратна 3. То есть 2 вынесли за словку и получим Б плюс Д кратна 3. Но поскольку 2 не делится на 3, значит, Б плюс Д должно делиться на 3. То есть 2 цифры Б и Д, например, какие могут быть? Например, 1 и 5. В сумме дают 6. Если мы возьмем с вами цифры 1 и 5, то А и С должны быть 3 и 3. Тоже 6. Но у нас с вами получились одинаковые цифры. Значит, этот вариант нехороший. Значит, для Б и Д нужно выбрать другую пару. Например, 3 и 5 возьмем. Это плохо. Это 8. 3 и 7 это тоже плохо. А вот можно взять 3 и 9. 3 и 9 это 12 и это 5 плюс 7. Все, замечательно. Значит, мы с вами цифры эти нашли. Теперь нужно их аккуратно расставить. Например, так. Первый будет 5, а, соответственно, третий 7. Дальше 3 и 9. Все. Проверяем. 5 плюс 7 12, 3 плюс 9 12. 5 плюс 3 плюс 7 плюс 9 24. Все, нашли одно число. И прижимаем в ответ. 5, 3, 7, 9. Задача номер 20. Среднее арифметическое 7 натуральных чисел равно 12. К ним добавили 8 число. Такое, что среднее арифметическое этих 8 чисел равно 14. Найдите 8 число. Так, вспоминаем. Среднее арифметическое – это сумма всех чисел, деленная на их количество. То есть, а первый плюс, а второй плюс и так далее. До а седьмого делим на 7 и получаем 12. А потом мы добавили 8. Давайте его буквой х обозначим. Так, теперь берем сумму 8 чисел, последний из которых х. Делим уже на 8 и получаем 14. И нам с вами нужно найти, чему равен х. Давайте посмотрим. В обеих дробях мы с вами избавимся от знаменательной встречи можно. Домножим обе части уравнения. В первом случае на 7, а в втором на 8. Тогда получим, что сумма всех чисел от а первого до последнего седьмого – это есть 7ю 12, 84. А сумма всех чисел от первого до седьмого вместе с х – это будет 8 умножить на 14. 80 и 32, соответственно, 112. Ну, а теперь замечаем, что сумма первых семи чисел нам известна – это 84. Подставляем во второе уравнение и получаем 84 плюс х – это 112. Ну, отсюда х – это просто 112 минус 84, то есть 28. Все, ответ готов. 28. Еще один вариант мы с вами полностью разобрали, сделали это легко и красиво. И впереди нас ждет с вами еще одна заключительная встреча. Увидимся на канале.